Блэк Джек или ядерный меч Советов, это всё о нём, самым мощным сверхзвуковым ракетоносце в мире. 26 лет назад, 23 апреля 1987 года, советские военно-воздушные силы получили самолёт, который одним только фактом своего существования наводил ужас на страны НАТО. А на родине его называли Ласково, Белый Лебедь, и называют до сих пор Ту-160, и сегодня на боевой службе о рождении крылатой легенды в эксклюзивном репортаже Александра Майорова. В разгар холодной войны Советский Союз делает ставку на баллистические ракеты Соединённые Штаты на стратегическую авиацию. Когда в битве за сверхзвук для тяжёлых машин мы начали проигрывать, до звуковые Ту-95 и самолёты Мясищево были уже не в силах пробить ПВО стран НАТО, сверху было приказано создать принципиально новый бомбардировщик. Работали сразу три конструкторских бюро под общим руководством Андрея Туполева. Оказалось, пассажирский лайнер Ту-144, побивший множество рекордов по скорости и взлётной массе, был ещё испытательной площадкой для обкатки новых решений сверхсовременного ударного комплекса. На авиационном заводе в Казани приступают к сборке гигантской машины, больше напоминающей огромный истребитель. Эта машина, по сути дела, уникальна во многих направлениях. Уникальна своей геометрией, уникальна своими характеристиками корпуса, уникальна своими двигателями, которые разработаны и построены на нашем куйбышевском предприятии, двигателе НК, и уникальна револьверными системами размещения ракет внутри фюзеляжа. Это первый бомбардировщик, в котором вместо штурвалов ручки управления и подвижное крыло, изменяемые геометрией, как на сверхзвуковой истребительной авиации. Крыло подвижное имеет очень хорошие аэродинамические характеристики. На взлёте, на посадке нам крыло надо как можно большего размаха, для того, чтобы увеличить коэффициент подъёмной силы. Ну, уменьшается длина разбега, пробега, что немаловажно, в общем, для базирования самолётов. Но с ростом скорости растёт сопротивление, так называемый волновой кризис, и за счёт сопротивления катастрофически падает дальность полёта самолёта. И вот выход был это крыло переводить назад. В войсках бомбардировщик неофициально зовут «Белый лебедь». Всего у России 13 таких машин. Любая видеосъёмка на их борту строжайше запрещена. Ракетоносец напичкан сверхсекретным оборудованием и бортовыми системами подавления. Но даже небольшое количество Ту-160 заставляет считаться потенциального противника с их наличием. Каждая машина способна нести по 16 крылатых ракет с ядерной боеголовкой. И ему вовсе не обязательно лететь к месту нанесения удара, ведь дальность пуска ракеты возросла с 3 до 11 тысяч километров. Мы не входим в зону противовоздушной обороны противника. Дальность полёта ракет и, в принципе, самолёта позволяет ему выполнять боевые задачи. Практически можем взлететь над аэродромом, пустить, и в Европу ракета куда надо прилететь. За свою жизнь Ту-160 не воевал ни разу. И это только радует. Белые лебеди пойдут в бой только в одном случае. При угрозе Третьей мировой войны. Его миссия – нанести непоправимый урон противнику. О мощи говорит хотя бы то, что все ракеты в ядерном исполнении и программируют их на прицеливание спецподразделения Генштаба. Данные о том, что именно ракетоносец сотрёт с лица земли, составляют государственную тайну даже от командира корабля. В экипаже у нас могут не владеть информацией, и они не должны владеть информацией, куда полетит ракета. Они должны в заданное время, в заданном районе произвести пуск и максимум знать, в какую сторону отворачивает ракета. Всё. Дальше режим секретности. Сегодня Ту-160 – неотъемлемая часть ядерной триады нашей страны и символ её – военной мощи. Самой старшей машине 26 лет, самой младшей – чуть более 10. Скоро на смену лебезьям придут более современные ракетоносцы. Сегодня уже идут работы над ПАК-ДА – перспективным армейским комплексом дальней авиации. Александр Майоров, Александр Каракулько, Дмитрий Латарцев. Новости губернии.